Всем привет! В этом видео я запускаю на геостационарную орбиту Кербина три спутника связи, после чего ракета-носителя возвращается на Кербин. Это продолжение карьеры в Kerbal Space Program в формате видео. Если вы хотите пропустить процесс постройки ракеты, то перейдите по этому тайм-коду. Ну вот и сам процесс постройки ракеты. К сожалению, у меня до сих пор не изучены раскладывающиеся солнечные панели, поэтому я использовал то, что мне доступно на данный момент. Я старался построить как можно компактнее спутник связи, так как мне предстояло выводить не один, а целых три спутника на орбиту. И в то же время я хотел разместить солнечные панели так, чтобы под любым углом спутник не разряжался и у него не сели аккумуляторы случайно. Помимо этого нужно еще было разместить большое количество аккумуляторов, так как передача науки, огромного количества науки, тоже требует большого заряда. И если в этой цепочке спутников хоть один спутник будет с малой емкостью аккумуляторов, то передача сигнала не пройдет. Потом я сделал фермы у обтекателя и начал таким образом размещать спутники вертикально. Это ступень, которая будет выводить ретрансляторы на орбиту, потом вернется на кербин. Я много экспериментировал с двигателями, но все-таки выбрал подходящий. Но с баками тоже пришлось повозиться, так как у меня ангар ракетостроения второго уровня и у меня огромный лимит по высоте. Это 30 метров, но этого было недостаточно. И вот эти вот три бака просто с двигателем ни в какую не хотели помещаться в этот лимит, поэтому пришлось экспериментировать. И в итоге я пришел к такому варианту, что поставил два полубака и поставил двигатель. И в общем, мне в конце концов хватило топлива. Распорками я укрепил самые уязвимые соединения, но и также на всей ракете я проставил жесткость конструкции автоматическую. Я не знал, какое имя дать ракете. В последнее время все крафты, которые я загружаю в мастерскую Steam, несут в себя рандомное название, которое я просто придумывал на сайте. Но в этот раз я решил назвать ракету именем моего подписчика, который был на моих последних стримах и донатил мне. Я думаю, что человеку будет приятно, и в то же время ракета, названная в честь его никнейма, всегда останется в этом видео. И тут я подумал, что неплохо было бы в следующий раз, строя какую-нибудь ракету или ровер, назвать его в честь тоже моего подписчика, который мне помогал разбираться с руководством по мигджебу. Думаю, это будет неплохая идея сделать это в следующем видео. Также я начал упираться в потолок по весу, и поэтому мне пришлось поставить два твердотопленных ускорителя. Но в конечном итоге Дельта-В мне хватило, и все прошло гладко. За постройкой ракеты последовали тесты, без них никуда, и я бы не отважился на первый такой запуск. А так как у меня есть возможность отменять полет, это очень-очень выручает. Но при первом уже запуске ракета перевернулась, второй запуск тоже не увенчался успехом, и ракета опять перевернулась. Пришлось возвращаться в ангар для ее доработки. Поставил маленькие стабилизаторы на твердотопленные ускорители, но это совсем не помогло решить проблему, так как на такую ракету нужно устанавливать стабилизаторы с уровнем отклонения, чем я и занялся в последний раз, и начал примерять различные стабилизаторы к этой ракете. Вот и мой первый удачный запуск. У меня получилось выйти на орбиту, но это еще пробный запуск, и скоро вы узнаете почему, так как ракета после этого запуска опять отправилась на доработку. Я пробовал набрать как можно большую скорость перед тем, как заваливать горизонт, но ракета сразу перевернулась, хотя не полностью, но в общем перешли мы в горизонтальный полет. Но несмотря на это, мне вполне получилось выйти на промежуточную орбиту, и я сбросил все обтекатели. Субтитры сделал DimaTorzok Находясь его по центре, я включил двигатели, и начал выходить уже на стабильную орбиту, что у меня получилось очень даже неплохо. Ступень отработала свое, но у меня в запасе еще одна, последняя. Еще с помощью нее я собирался возвращаться на Кербин, приземляться. Я включил окна мигджеба, чтобы вы могли посмотреть уровень отклонения, наклон орбиты практически отсутствует. Но здесь я столкнулся с небольшой проблемой, дело в том, что я не развернул эти спутники, и почему-то я думал, что вот эти вот узлы фермы уничтожат эти антенны. Также я начал испытывать пробные посадки, и проверку работоспособности посадочных стоек. Так как нормальные посадочные стойки у меня не исследованы, я использовал роботизированные детали. Но перед посадкой пришлось сначала скинуть все спутники, а потом израсходовать большее количество топлива, чтобы посадка была более правдоподобная. Я не стал оснащать большим количеством парашютов. Эту ракету использовал только парашюты для стабилизации, так как я решил комбинировать посадку, используя двигатели и тормозные парашюты. Несмотря на то, что я приземлялся на склон, посадка получилась очень хорошая, и ракета не перевернулась. Я подумал, что можно улучшить результат, я увеличил длину посадочных опор, но ни к чему хорошему это не привело, и ракета просто из-за них перевернулась. Я решил развернуть их против движения, но такая посадка ни к чему хорошему тоже не привела, посадочные опоры просто не выдержали и сложились под весом ракеты. Хоть ракета и уцелела, я все же решил убрать часть посадочных опор и использовать их так, как это было в первом варианте. А вот мы и подошли к началу миссии. На всем притяжении я ускорял время и сейчас тоже решил указывать все вам в ускоренном варианте, так как такое видео, наверное, легче воспринимается, нежели чем вы смотрели бы его 30 минут, а то и час. По достижению 70 тысяч метров я сбросил все обтекатели и немного отлетел от них, чтобы они не мешали. Затем я стал дожидаться по центру и включил двигатели для конечного выхода на орбиту. Без использования мехджевов или каких-то модов орбита получилась просто идеальной. Затем, чтобы не тратить топливо у спутников, я решил вывести эту ферму на геостационарную орбиту. Это более чем 2 миллиона километров над Кербином. В дальнейшем я пользовался маневр планером, но немного поначалу тупил и не совсем разобрался с ним. Во-первых, при написании конечной орбиты нужно было ставить вместо запятой точку. Далее для более удобной отстыковки я сложил у спутников антенны в таком состоянии они и останутся на орбите. Затем я открыл антенны и начал отстыковку. А так как мощность первого кольца была довольно мощная, это можно заметить по силе отстыковки первого спутника, я решил сначала убрать антенны, а потом отстыковывать спутник. И как вы можете заметить, все эти спутники спокойно пролетают через эти узлы фермы и их совсем не задевают. Так что здесь совсем не важно, в какую сторону бы сворачивалась эта антенна на спутнике. Далее я приступил к возвращению ракеты-носителя на Кербин. Субтитры создавал DimaTorzok меня очень беспокоил разряд аккумуляторов, так как я не поставил солнечные панели, а вот эти вот два огромных гиродина очень потребляли много электроэнергии, так что временами я их просто отключал и также включал режим кибернации на спутнике. Топлива у меня оставалось довольно много, поэтому я не беспокоился, что мне его не хватит на посадку. Приземлиться рядом с Кербал Спайс Центром у меня не получилось, так как в это время там была ночь и я решил приземляться на материке, там где сейчас светло и более-менее видно место посадки. Перед самой посадкой уже были включены гиродины и отключен режим кибернации у спутника. Несмотря на это, без ускорения аккумуляторы разряжались не так-то уж и быстро. Перед посадкой я активировал аварийную группу действий, это разворачивало мои посадочные стойки и на высоте около 600 метров я раскрыл парашюты. И вот вы можете наблюдать посадку ракеты-носителя. И посадка прошла очень успешно. Далее я начал размещать спутники на геостационарной орбите. Вообще все это делается как-то по-другому в целях экономии времени и топлива, но я делал это первый раз, поэтому для начала я каждый спутник выводил на геостационарную орбиту, ждал некоторое время, и таким образом у меня получилось разместить все три спутника в форме ромба. Если обратить внимание на время, то все манипуляции с запуском и полным выходом на орбиту заняли около 30 игровых дней. Вот так вот выглядит конечный вариант. Я старался сделать максимально ровным этот ромб, но, как мне кажется, не очень это получилось, хотя выглядит весьма неплохо. На такой орбите спутник всегда находится над одним местом, и при размещении трех или четырех спутников налаживается очень хорошая связь, и она не пропадает, обеспечивая даже самые дальние уголки кербина очень хорошим кербнетом. Спасибо за просмотр, не забывайте про подписку на канал, и всем пока!